Всем доброго времени суток! Сегодня я хочу показать как сделать, не помню точно как эти называются, я их называю шарошками. Это шлифовальные круги для столярных работ при работе с деревом. Итак, в магазине я посмотрела, они стоят, вот самое даже маленькое, оно стоит от 60 рублей, а соответственно, которое побольше, оно стоит уже от 200. То есть не дешевое удовольствие, поэтому я придумала два способа, как сделать такие круги. Итак, один из способов. Вот такой. Собираем с помощью нитки. Каким образом? Нарезаем полоски наждачки. Это у меня 80 размер. Нарезала я все просто, взяла просто линейку и по размеру линейки отрезала. Пусть у меня ширина два с половиной сантиметра. Соответственно, чем шире вы хотите такой круг сделать, тем шире делаете эту линту. Далее я нарезала такими прямоугольничками. Срезала у них краешек немного. Почему я срезала? Потому что я буду использовать именно для углубления различных таких неровностей. И если оставить углы, то они могут повредить дерево. Поэтому вот я сделала так. Не обязательно прям, чтобы у вас было ровненько-ровненько вот такие прямоугольнички. Это я буду делать вторым способом. Шарошка эта будет у меня поменьше размером. Итак, я нарезала. Можно сделать квадратики вообще. И проткнула все это, нанизала на нитку. Сейчас я полностью вытаскивать не буду нитку, чтобы обратно потом ее не засовывать. То есть у меня получились две сквозные дыльки. Вот так у меня получается. Они собраны, эти детальки. Все детальки в одну сторону наждачкой. И, то есть у меня получилось две нитки. Я их вернула обратно в исходное положение. Вот в эту петельку продела. И теперь берем и затягиваем эту нитку. Как видите, уже получается в виде круга. Так, у меня тут 60 штук. Для основания я буду использовать, вот для этой я буду использовать шпильку. Попробую два варианта. И второе, это у меня для шкантов делала палочку. В принципе, можно ее, конечно, желательно немножко еще шлифнуть. Сейчас быстренько и сделаю. Потому что немного все-таки она слишком такая неровная. И какие-то вот излишки деревяшки потом могут отлететь. И поэтому все будет. Не очень хорошо держаться. Вот я чуть-чуть шлифанула, пал недостаточно. Пока она у меня длинная, потом отрежу той длины, какой надо. Шпилька у меня тоже это был просто кусочек. Потом я тоже ее отпилю под нужный мне размер. Итак, вот получается, вот один размер мы такой сделали. Сейчас мы наклеим на основание. То есть, получается, за счет того, что мы нитки продели, оно легко придает на круглую форму. И еще, получается, создается дополнительное дополнительное крепление. Так. Для склеивания я буду использовать вот такой вот клей. Я его, кстати, покупала в фикс прайсе. Клей довольно-таки хороший. Клеит практически все. Вот он такой густой, прозрачный. Мне очень нравится. Так. Теперь что же мы делаем? Немножечко нам нужно нанести клея на вот этот вот сгиб. У него у нас ровненько будет серединка. Это нужно для того, чтобы у нас все вот эти детальки склеились полностью. Концентрация этого клея довольно-таки такая хорошая. Не очень жидкая, но и не сильно густая. Как раз то, что нужно. Как бы прям размазываем. Так. И шпильку тоже мы намажем этим клеем вот на вот эту длину. Сколько у нас. Это деталька. Главное, конечно, переборщить, чтобы у нас не потекло. Очень удобная, кстати, вот эта пимпочка. Ее даже можно разгладить. Так. Пока мы оставляем. Клей не очень быстро застывает, поэтому это идет на плюс. Потерянку затягиваем. Так. Чтобы еще самим шутка не замазаться. Можно будет длинноватый мастер-класс. Вы, если что, перемотайте. Так. Тут немножко подтянули. Теперь даже можно, если посильнее подтянуть, прям можно вот тут вот завязать. Чтобы потом с этим не заморачиваться. Нитку лучше, конечно, взять капрону. Вот у меня не было капроновой нитки. Пришлось пользоваться такой. Но она тоже довольно-таки крепкая. Так. Вот я завязала. Клей у меня уже есть внутри. И теперь нам нужно надеть. Так. Тут сейчас самое главное не перепутать, где верт Денис. Так. Нам нужно вот так. У нас получается вверх вот тут вот. Вот. Так. Как я его завязала, оно мне все нормально не должно. Так. Так. Ничего страшного. И затянем. Так. Тут еще главное одеть вот эту вот детальку. Чтоб у нас железка не торчала. Иначе мы можем так повредить при работе потом детали. Так. Распределяем, чтоб было все ровно. У меня тут клей даже вылез. Пускай. Ничего страшного. Решу. Все разравниваем. Немножко все-таки мешает вот то место, где у нас нитка. Так. Сейчас я ее вот так вот сделаю. Перезатяну. Так. Все разрушения. Там было. И у нас есть. так все поправляю вот видите получается практически ровненько у нас шарушка снизу можно прям вот накрутить не помешает и не нужна будет мы ее отрежем просто внутри все равно все склеится вот сейчас закрепила петель распределяем делаем ровненько в принципе при работе они более менее станут на свои места вот и все наш на шпильке ведь и размер какой получился так размер у нас 6 сантиметров довольно таки не маленькая но для многих деталей то что нужно как раз начнет она еще клей прихватываться я еще добавлю возможно можно будет найти как еще сделать вот допустим вот видите у меня все равно тут разница из-за не так осталось я потом туда с помощью этого же клея прямо вот сюда в клею еще штучки 3 детальки будет классно все и оставляем вот так вот сушиться на сутки так одна штука готова видите она даже так просто стоит клей никогда не девается можно будет тут еще немножечко клея добавить так теперь покажу более простой способ потому что нитками протыкать не очень хорошо так вот я нарезала поменьше для этого это я буду делать на деревянную потом если вдруг у меня деревяшка сломается я могу просто отпилить и вовнутрь вогнать болтик какой-нибудь и все это кстати насадка для дриллер и так также такой же размер то есть размер зависит от того какую шарошку шарошку этот вот круг вы хотите сделать этого зависит так я сделала такую же ширину как у меня было до этого вполне устраивает единственная сделала вот этот прямоугольничек его уже это у меня уже получается где-то 18 также обрезала вот эти вот скруглила кстати очень удобно резать по две штуки но резать обязательно ножницами со стороны тканью тканью вот так вот чем наоборот когда делаешь наоборот то она ломается нам нужна небольшая плотненькая тряпочка вот у меня такая мягенькая но толстенькая это у нас кусочки от мебельной ткани сколько нам ее нужно отмеряем берем на палочку на которую будете делать на шпильку можно тоньше сделать конечно просто вот я хочу что у меня было есть того и дело для эксперимента берем ширина у меня получается тряпочки немножко меньше чем вот ширина у меня вот этой детальки потому что мы будем делать опять же с припусками сколько нам нужно берем отмеряем диаметр так берем и отмечаем прямо на ткани вот столько нам всего нужно наждачки но это не так уж и мало как кажется вот у меня тут нарезано где-то около 40 штук это даже мало и так что мы делаем тут клеить будет намного проще убираем убираем вот так вот такими стопочками самое главное чтобы у нас низ был вот этот вот плоскость была ровная опять берем этот же клей так сейчас мы наложим сюда клеем так вот надо было бумажку подложим чтобы запачкать чтобы запачкать прям нормально так клея можно налить чтобы уж приклеилось наверняка так так убираем стопочкой так же клеем наносим сюда и приклеиваем в это место стараемся как можно плотнее прижать метальки так за счет того что клей такой немножечко густоватый неплохо держится метальки видите я вот так вот прям от стола побрякала чтобы у меня низ выравнился и опять так же намазываем главное не забыть чтобы у нас было все в одну сторону мы стараемся плотненько плотненько прям это будем сделать чем плотнее тем у нас будет более такая пушистая пушистая шарошка и вот таким способом мы приклеиваем все до самого конца сколько нам деталек нужно сколько деталек нужно будет зависеть кстати тут у меня шпилька на 10 зависит от от того какой ширины у вас вот это вот основа палочками это вот зависит вот видите я вот так и делаю низ у нас выравнивается у него на массу вот так li а ничего страшного если где-то в бок немножко уйдет потому что нам немножко нужно чтобы внизу они еще между собой склеились не то как тряпочки приклеились вот И таким образом делаем до самого конца. Затем, когда у нас все приклеится, это где-то часа через два, мы приклеим уже готовую тряпочку с наждачками на эту деталь. Но обязательно учитывайте, чтобы край немножко был длиннее, чем сама вот эта палочка. Это нужно для того, чтобы не портить, не царапать древесину серединкой. Ну и соответственно отпиливаем сколько нам нужно, вставляем в дверей, шлифуем. Вот такой способ мне пришел в голову. Так что делайте, пожалуйста, сами. И получается времени уходит совсем немного. Ну и соответственно получается у нас себестоимость, вот допустим, вот у этой детали, ну где-то рублей может 30. А вот такая большая шарошка, смотрела, стоит от 180 рублей. Вот, пожалуйста. Итак, если будут какие-то вопросы, спрашивайте. Всем пока-пока и до новых встреч. Кстати, скоро все-таки сниму мастер-класс, как я точу грибы на болгарке. Как только еще немножко потеплее. Всем пока-пока и до новых встреч.